Hello, friends! Welcome to my channel, английский сиренодерёгини. In this video, we are going to revise the present continuous tense. В этом видео мы с вами вспомним все нюансы употребления, как образуется и так далее. Время present continuous. The present continuous tense – это настоящее продолженное время. То есть, как мы понимаем, что оно продолжается в настоящий момент. Вся группа continuous образуется каким образом? Мы помним с вами это – это to be и глагол с инговым окончанием. Это формула для всей группы continuous. Мы помним, что continuous может быть past continuous, то есть прошедшее продолженное, present continuous – настоящее продолженное и future continuous, то есть будущее продолженное. Это действие, которое происходит в определенный момент. Либо в прошлом, либо в будущем, либо в настоящем. Вот сегодня мы с вами обратим наше внимание на действие, которое происходит в определенный момент, то есть сейчас в настоящем. Но это не единственный случай, как вы знаете. Мы с вами вспомним все случаи употребления этого времени. So, let's get started! Для того, чтобы образовать время the present continuous tense, нам следует изменяемую часть to be поставить в какую-то форму настоящего времени для нас. Какие формы глагола to be мы знаем в настоящем времени? Это is, am или are, в зависимости от места именей, которые ставятся перед этой формой. Соответственно, после I у нас будет am, после he, он, she, она, когда мы говорим о мужчине или о женщине, или оно, или это, когда у нас он, она неодушевленная, he, she, it, после этих местоимений у нас форма глагола to be именно is. Then we, это мы, you, это ты или вы, мы помним, что you, именно множественные числа, в общем, понимаем, что это вы, а не ты, и they, они. После этих местоимений форма глагола to be are. И плюс наш основной смысловой глагол, который обозначается галочкой, то есть verb английский и инговое окончание. What are the signal words or markers for these tense? То есть какие сигнальные слова нам говорят о том, что это именно это время, а не какое-либо другое. Now, сейчас, at the moment, currently, в настоящее время. Ну, давайте уже что-нибудь построим. Сейчас я говорю по-английски. I am. Вот мы построили нашу форму глагола to be. И это у нас am после I. I am. Говорить по-английски. Исходное выражение to speak English. Это именно говорить по-английски. Что делать? То есть это неопределенная форма или инфинитив. Когда мы ставим вот эту инфинитивную форму в какое-то время, мы to убираем и, соответственно, используем глагол. Ставим его в какую-то форму, которая нам необходима. Мы помним, что у нас вот эта форма будет использоваться. Соответственно, speaking English. Он меня слушает. Потому что listen всегда to кого-то или что-то слушать. Listen to something or listen to somebody. Давайте с they построим что-нибудь. Они готовят ужин. Это у нас были утвердительные предложения. А нам теперь нужно построить отрицательные предложения. Мы с вами помним, что для того, чтобы построить отрицательное предложение, просто так not добавить мы не можем. Мы добавить not должны к вспомогательному глаголу. В этом времени он у нас уже есть. То есть это либо am, либо is, либо are. Соответственно, если мы хотим сказать я не говорю по-английски сейчас, мы говорим I am not speaking English now. То есть я не говорю по-английски сейчас. He is not listening to me. Он не слушает меня сейчас. И they are not cooking dinner. Они не готовят ужин сейчас. Ну, вы заметили, что здесь я не добавила сигнальные слова. Ну, это подразумевается, что это именно сейчас, из контекста это понятно. То есть мы можем иногда и не добавлять, но мы из контекста понимаем, что это так и есть. Теперь строим вопрос. Как строится вопрос у нас? Мы помним, что на первом месте у нас вопросительное слово, на втором вспомогательный глагол, дальше подлежащее и смысловой основной глагол. So, once again, question words, then auxiliary verb, then subject, and then the main verb, and all the rest. Ну и все остальное дальше. Соответственно, если нам нужно построить вопрос, ну, допустим, ты меня слушаешь? У нас у нас будет следующее. То есть ты меня слушаешь? Это не специальный вопрос. То есть у нас не будет вопросительного слова. И начинается все с второй части. То есть сначала у нас идет вспомогательный глагол. Мы помним, что you у нас, да, это как бы вы получается, и вспомогательный глагол будет у нас are. So, are you listening to me? Are you listening to me? Yes, I am. Может быть ответ, да? Yes, I am. Да. Yes, I am. Или No, I am not. Вдруг мы очень честные, честность проснулась у нас. No, I am not. Может быть полный. Yes, I am listening to you. Or No, I am not listening to you. No, I am not. So, in a minute, we are going to deal with the cases of using the present continuous tense. Через минутку мы с вами обратимся к случаям употребления этого времени. Sir, what are the cases of using the present continuous tense? Ну, каковы же случаи употребления этого времени? Первый случай мы с вами уже вспомнили. Это когда действие происходит в настоящий момент. The action is happening right now at the moment of speaking. Number one is... Ну, в момент речи давайте напишем. В момент речи. В момент речи. Я принимаю душ, перезвони, пожалуйста, попозже. Так, принимать душ будет у нас to have a shower. Я принимаю душ, да? Ну, мы помним, что мы to убираем. Это частица, которая показывает нам на неопределенную форму. Она нам не нужна при построении какого-то времени. Соответственно, I am having a shower right now. Прямо сейчас. Right now. Пожалуйста, перезвони. Пожалуйста, перезвони попозже. Ну, вы можете спросить, а разве можем мы сказать I am having a shower? Мы помним, что в значении иметь, обладать мы не можем добавить тинговое окончание к глаголу. Но если это часть определенной фразы, такого устойчивого выражения, как здесь, то мы можем смело добавлять тинговое окончание. So, it's okay to say I am having a shower right now. I am or he is having lunch on a bearded. They are having dinner, for example. They are taking or having a bath. Приньмают ванну. So, it's okay. No problem with that. The second case is when the action is not happening right now, but the time which is close to the present time. Второй случай употребления этого времени, когда действия происходят не в данный момент, а в момент близкий к настоящему. То есть, например, на этой неделе, можем сказать, или несколько дней последних. So, let's translate this. Он в Лондоне на этой неделе. Глагол наш исходный to stay, пребывать. Пусть будет, он пребывает в Лондоне, он в Лондоне находится. Что мы скажем? He is staying in London this week. На этой неделе вот у нас this week. То есть, это как мы успели заметить, не now, не currently, не at the moment, да, а this week. Что тоже говорит нам о том, что это время the present continuous tense. Then, третий случай употребления этого времени, когда у нас одно действие происходит обычно, и есть некий контраст, то есть некое противоречие тому, что происходит обычно в какой-то определенный период времени. Ну, например, обычно мы выращиваем овощи в огороде, а в этом году мы ничего не выращиваем. Вот обычно это будет present simple. We grow vegetables, yeah? So, usually We grow vegetables Сами Our 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 Selves But This year В этом году, то есть обычно так, а в этом году, то есть у нас некий контраст идет. Да, некое сравнение. This year We are not growing any Мы не выращиваем. Или, может быть, обычно мы пьем чай, но на этой неделе мы пьем кофе. So, usually or typically We drink tea But this week We are drinking coffee. Number four is When the action is a bit negative And it is happening more often than usually Следующий случай употребления этого времени, когда мы хотим передать действие какое-то, которое происходит чаще обычного, и мы, в общем, какое-то раздражение показываем, какой-то негативный оттенок у этого действия и у нашего отношения к этому действию. Ты постоянно теряешь ключи, они все время ругаются, ну и так далее, да, то есть это вот как раз наш случай. Несмотря на то, что у нас есть сигнальные слова другого времени, present, simple, это usually, typically, always, но это как раз вот такой некий нюанс, который, если мы его знаем, то это как раз говорит о том, что у нас достаточно серьезный уровень владения английским языком. For example, я постоянно теряю ключи. Постоянно у нас есть, constantly мы можем поставить или always, всегда, ну, все равно, давайте always. Терять, to lose, давайте, keys поставим. I am constantly losing my key. Ключ или keys, ключи. Вот мы смотрим, у нас constantly, постоянно или могло быть always, всегда, сигнальные слова времени, present, simple, но у нас постоянно теряю, теряю чаще, чем обычные люди, чем всегда. Да, это происходить должно, да, но вот так, и терять ключи все-таки это какое-то не очень хорошее действие, да, то есть здесь негативный окрас этого действия, поэтому у нас present continuous. So, I am constantly losing my keys. Yes, and the last one is, we can use these tense, which is the present continuous tense for future actions, when we are 100% sure that the action will happen. Ну, и последний случай употребления этого времени, мы можем даже для будущего времени употребить именно present continuous. Surprise, surprise, да, но все-таки да, так мы можем употребить. Когда у нас стопроцентная вероятность того, что действие произойдет? Мы можем сказать, в понедельник я уеду в Париж, например, или во Францию, я уеду, у нас вроде бы будущее время, но если у нас подтекст такой, что у меня путевка, билеты, отпуск, все, я уезжаю, ну, практически 100%, мы даже в русском можем сказать, я в понедельник уезжаю, а не уеду, да, ну, то есть это было бы более логично, мы именно так скажем. В английском точно так же мы скажем I'm leaving, уезжать, покидать у нас to leave, to leave, и мы скажем on Monday, понедельник, on Monday, I'm leaving for Paris. Почему у нас for здесь? Потому что я покидаю одно место, например, Russia, да, for для другого места, ради какого-то другого, и именно предлог у нас for будет. On Monday, I'm leaving for Paris. Ну, или будет he, давайте she для разнообразия поставим, she is leaving, ну, то же самое, she is leaving for Paris. Ну, давайте вспомним, когда же мы употребляем это время, настоящее продолженное время. Первый случай, когда действия происходят в момент говорения, в момент речи. И у нас есть такие сигнальные слова, как now, например, currently, at the moment. So, what could be the example of this? He is speaking English right now. I am standing right now. You are listening to me. You are doing your exercises. Yeah, so this is the case. Then, the second one, второй случай употребления, когда действия происходят не в момент речи, а в момент, близкий к настоящему времени. It could be this week, for example, or these days, например. Yeah, it could be I am staying, or they are leaving, yeah, they are, for example, they are staying in Moscow these days. То есть, вот, например, в эти дни, в эти несколько дней они гостят в Москве. Or it could be they are visiting their grandma this week. То есть, на этой неделе они гостят у бабушки, например, посещают бабушку. То есть, на этой неделе как раз показывает нам на время the present continuous tense. Then, case number three. То есть, когда у нас контраст того, что обычно происходит, и того, что происходит в какой-то промежуток времени, близкий к настоящему, опять же. Ну, то есть, этот промежуток может быть несколько дней, например, неделю, месяц, даже год. И это тоже будет present continuous, когда у нас даже в одном предложении такие две части. То есть, обычно мы делаем что-то, а на этой неделе, или в этом году, или в этом месяце, или вот эти последние дни, например, да, мы тоже можем использовать именно вот эти фразы, да, и тогда это будет present continuous. So, for example, папа обычно ездит на работу на машине, но на этой неделе он ездит на метро. My dad usually goes to work by a car, but this week he is going there by underground or by metro. То есть, будет у нас this week he is doing something. The next case is следующий случай, когда у нас действие имеет такой негативный какой-то характер, и происходит чаще обычного. You are always quarreling, for example. То есть, вы постоянно ругаетесь. Or I am losing my key. Or the car is always breaking. То есть, я теряю ключ, или машина постоянно ломается. Это все как раз время present continuous, несмотря на то, что у нас есть сигнальные слова времени present simple. Then, мы можем также использовать для будущего времени, когда у нас стопроцентная вероятность того, что действие произойдет. So, we are leaving. I am helping you. То есть, я тебе помогу. Вот, сто процентов, я уже все делаю для того, чтобы тебе помочь. So, I am helping you. I am sure, one hundred percent, or I am meeting you at the airport. Ну, из контекста, естественно, когда я уже точно тебя встречу, когда я уже, например, взял машину, помыл машину, отпросился на работе, тебя встречаю. I am meeting you at the airport. Это как раз вот это время present continuous. Что же нам делать, если наш глагол не употребляется с инговым окончанием? То есть, мы не можем его поставить в это время. Что же нам делать? Ну, ответ на этот вопрос вы узнаете в следующем видео. И мы с вами обсудим, что же делать в такой ситуации, что же это за глаголы. So, stay tuned. Thank you very much for watching. Bye.